Это редкие моменты, когда семья Крупновых может в перерывах между работой попить чай. Роман – врач-хирург, офтальмолог, Александра – терапевт в отделении пульмонологии. Работают они в больнице Симашко. Там же и познакомились примерно 10 лет назад. Общались по работе на консультациях и конференциях. Затем общение переросло в нечто большее. Теперь они женаты вот уже 5 лет. На работе мы работаем. Если встречаемся, то только по каким-то рабочим моментам, как правило. Ну или чай по бедену сейчас. Ну или да, если забудешь, забудешь завтрак. Звонишь, у тебя есть что-нибудь покушать? Приходи, подкормлю тебя, так сказать. Такие моменты, да, бывают. Некоторые считают, что семья медиков – это безумно трудный союз. Что супругов поджидает много препятствий по жизни. А загруженность обоих обязательно скажется на эмоциональном состоянии. Но Роман и Александра наоборот убеждены в прочности такого союза. Ведь супруги-медики понимают друг друга, как никто другой. Их объединяет не только работа, но и путешествия. Кстати, предложение Роман сделал Александре во время очередного путешествия, когда они были в горах. Была очень солнечная погода. Было очень тепло. Кругом снег, припекает солнце. Очень красивый контраст между небом, горами, которые покрыты снегом, и долиной, которые внизу. Там кругом куча горнолыжников, сноубордистов. Супруг такая симпатичная. Несмотря на загруженный график, Роман и Александра находят время для маленьких семейных радостей, для любимых хобби и загородного отдыха с друзьями. У нас очень активная семья. Мы очень часто выезжаем на природу. Мы ходим в походы. Муж у меня занимается водным туризмом. И потихонечку не только нашу семью, но и весь наш коллектив рабочий к этому занятию вовлекает. Роман и Александра ежедневно живут не только заботами семьи, но и профессиональными интересами друг друга. Они отмечают как 14 февраля день влюбленных, так и день Петра и Февронии. Если, конечно, рабочий график позволяет. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».